Здравствуйте! Это программа «Новости 24» в студии Фатима Уталибова. И сейчас коротко о главных событиях выпуска. Компенсация за еду. Дагестанским школьникам, учащимся на дому, определили размер компенсационной выплаты за питание. Восстановили силы и снова в бой. Врачи со всей страны, которые находились на передовой борьбе с коронавирусом, прошли реабилитацию в нашей республике. Благотворительная свадьба в Дагестане прошла беспрецедентная акция. Тройное свадебное торжество. Подробности далее. В Дагестане обучающимся на дому детям выплатят компенсацию за школьное питание. Размер компенсации составит 137 рублей за один учебный день. По данным Министерства образования и науки республики, в школах Дагестана в начальных классах учатся 198 тысяч детей. Около трех тысяч младшеклассников обучаются дома. Для того, чтобы получить компенсацию за бесплатное школьное питание на ребенка-инвалида, обучающегося на дому, нужно будет предоставить в школу документы. Напомним, что Дагестан получил субсидию из федерального бюджета. Более 600 миллионов рублей для обеспечения горячим питанием учеников младших классов. В России могут ввести бесплатный проезд в транспорте. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. С таким проектом выступило Министерство транспорта России. Там считают, что ввести его можно будет через 15 лет. Однако с 2025 года взамен предлагается сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях. Тогда эта мера коснется дорог регионального значения, а уже с 2035 года всех категорий пользователей. Ожидается, что такие меры будут стимулировать отказ от личного транспорта в крупных городах. Кроме того, Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах. Свыше 500 медработников прошли реабилитацию в научно-оздоровительном комплексе «Журавли». Там завершилась очередная, седьмая по счету, смена врачей, проходивших восстановительную реабилитацию после борьбы с COVID-19. Накануне подвели итоги акции, обменялись опытом медицинские работники всех смен, прибывшие из разных уголков Дагестана и даже других регионов страны на научно-практической конференции лечения и реабилитации больных коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем сюжете. Бесплатная реабилитация на берегу Каспийского моря подошла к концу. В течение двух с половиной месяцев здесь побывало свыше 500 медработников. Многие врачи, чтобы восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с опасной болезнью, приехали сюда из отдаленных районов Дагестана, а кто-то даже из соседних регионов. В течение недели каждая из семи смен поочередно проходила оздоровительный курс, состоящий из гидропроцедур, аромотерапии, дыхательной гимнастики и психологической реабилитации. Все за счет научно-оздоровительного центра. Это сказка. И на самом деле психологическая поддержка тоже была. Первый раз. Нам всем пришлось очень тяжело. Это было настолько страшно, что даже не хочется это вспоминать. И не хочется отсюда уходить, зная, что у нас опять же то же самое. За стенами этого прекрасного здания. Все эти процедуры проходили в рамках акции «Слава врачам», первый этап которой завершился. Но о полном сворачивании проекта речь не идет. Гендиректор комплекса заверяет, что на базе объекта готовы продолжить акцию только с привлечением спонсоров. Мы должны сейчас начинать эстафету. Мы ждем наших великих земляков, которые, я имею в виду и Дагестана, и России, которые могли бы первую эстафету взять. На сегодняшний день 44 профессора из разных государств на многих языках пишут нам письма, оказывают нам поддержку финансовую, кстати, уже три человека. И они просят сделать ее международной акцией. По итогам акции на базе комплекса организаторы провели научно-практическую конференцию, чтобы подытожить практику пребывания на своеобразном реабилитационном форуме, организованном для врачей-героев, где они обменивались опытом и узнали больше о неизведанной угрозе, которая сегодня нависла над нашим обществом. Более 140 врачей присутствовали в зале, привлекли к обсуждению и московских специалистов, говорили и о текущей ситуации с распространением вируса. К сожалению, положения в нашей республике не улучшаются. В больницах все еще есть пациенты с COVID-19. Ситуация сложная. При этом вот в эти дни поступают пациентов от 300 до 400. Я неоднократно говорил и сейчас повторюсь. Когда одномоментно взрывным характером поступают пациенты в клиники, конечно, очень сложно, очень тяжело медицинскому персоналу работать. И плюс ко всему, и внимания конкретному больному получается чуть меньше. И все эти запасы, которые есть по лекарственному обеспечению, по средствам нейронной защиты, конечно, они от одной части могут уйти. Но при этом мы можем, конечно же, и беречь своих родных и близких, старших наших, и те, которые имеют хроническое заболевание, своим отношением, ответственным отношением. Акция «Слава врачам», в рамках которой медработники смогли отвлечься от главной проблемы сегодняшнего дня, стала для них отдушиной. А научно-оздоровительный комплекс «Журавли» – местом силы, на выходе из которого им удалось почувствовать новый заряд энергии. Перед каждым из них стоит и сегодня большая задача – защитить своих земляков от невидимого врага. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Впервые в Дагестане состоялась благотворительная свадьба. Сразу три пары одновременно отмечали знаменательный день в своей жизни. Организатором этого радостного события выступил фонд «Инсан» при поддержке меценатов. Посетили торжественную церемонию представители власти, общественники, именитые спортсмены. О том, как проходило тройное празднество, расскажет Хамзу Нурмагомедов. Три пары, три новые семьи, рука об руку, плечом к плечу, направились в первую очередь в центральную мечеть, чтобы с благословения имама, следуя пути славного пророка, мир ему, вступить на новый ответственный путь в своей жизни. Пусть забота и взаимопонимание, нежность витают в вашем браке. Имам своей молитве попросил Господа даровать молодым парам благополучие и счастье и вручил им свидетельство о браке. Далее они направились в банкетный зал, где их ждали близкие, родственники и друзья. Бурные аплодисменты и свадебные нашиды сопровождали молодых внутри зала. Им преподнесли не мёд и халво, как полагается по обычаю, а самую лучшую воду на земле – замзам. Столы накрыли разнообразной едой. Известные исполнители нашидов порадовали гостей авторскими произведениями. Ведущий мероприятие произнёс слово приветствия и продоставил гостям возможность поздравить молодых. В первую очередь дали слово родителям и опекунам новобрачных. Свадьбу украсила и увлекательная викторина. Правильно ответившим на вопросы подготовили призы. Поддержать первую благотворительную свадьбу пришли представители министерств и ведомств республики. Общественники и известные спортсмены. Это большая поддержка и для семьи, и для молодых. Поэтому я считаю, это очень важная акция, её нужно продолжать и поддерживать. Здесь, насколько я знаю, соединяются узлы представителей разных национальностей. И поэтому я думаю, этот проект очень удачный и получит большое распространение в нашем многонациональном Дагестане. Я думаю, что кому-то это ещё понравится, и я думаю, возьмут пример с этого. Организаторы совместной свадьбы, а в их числе прежде всего благотворительный фонд «Инсан», отмечают, что провести торжество удалось за счёт меценатов, которые обратились в их организацию с предложением помочь нуждающимся молодым людям. И в свою очередь, организация такого мероприятия с участием нескольких пар молодожёнов, она может стать примером и для других меценатов, которые у себя на местах, и в сёлах, и в других городах, они могут брать под опеку малоимущих, нуждающихся таких же пар, которые не имеют возможности, чтобы организовать эти мероприятия и проводить такие мероприятия. Представители Муфтиата отмечают, что подобные свадьбы помогут искоренить такие обычаи, которые оттягивают процесс бракосочетания из-за финансовых трудностей, и не только наносят моральный вред молодым людям, но и портят общественные нравы. Сыграть свадьбу можно скромно и попроще. Не нужно из-за отсутствия чего-либо затягивать и ждать, задержать свадьбу. Можно это делать попроще, по рекомендации пророка, саллиллаху алейкумсалям, и мы надеемся, что нас поддержат и примут насыщат пророка, саллиллаху алейкумсалям, для нашей умы. Три молодые пары. Первые, кто проявив смелость, согласились принять участие в совместной свадьбе. Молодожёны не скрывают не только своей радости, но и смущения. Хотели, чтобы была барракатная свадьба, мавлит. После банкетного зала молодые пары направились в духовный центр имени пророка Аисы, мир ему. Здесь их встретили мёдом и халвой. Когда ваш муж рядом, не берите в руки телефон. И инстаграм, ватсап, телеграм, и всё это для вас, муж. А когда вы так будете вести себя, мужья тоже не будут сидеть в телефоне, на что в последнее время жалуются многие жёны, и причиной семейного конфликта является телефон. Руководство центра преподнесло для новобрачных драгоценный подарок. Молодые люди вписали свои имена на камнях, которые возложат в стену крупной мечети, которая будет нести имя пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Необычная свадьба завершилась памятным коллективным фото. Главный посыл уникального проекта прост. Скромная свадьба – это возможно. И подобные свадьбы с фондом «Инсан» будут организовываться и в дальнейшем. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В подмосковном Нарфа-Минске стартовало первенство России по вольной борьбе среди юниоров. По итогам первого соревновательного дня в копилке наших спортсменов одно золото. На первую ступень пьедестала поднялся Магомед Абдурахманов, воспитаннику дагестанской школы борьбы, не было равных в весе до 57 килограммов. В финале он одолел представителя Тывы – начином Мангуша. В этой же категории бронзовую медаль выиграл другой наш вольник – Башир Магомедов. Еще два третьих места наши борцы завоевали в весе до 61 килограмма. Это Мустафа Юлдошевы и Абдулмажид Кудиев. Соревнования в Нарфа-Минске завершатся 13 сентября. Таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова